прежде всего я хотел бы сказать два слова зачем он нужен так значит здесь имеется ввиду что может быть две цели освоения этого курса одна практическая для тех кто собирается заниматься в будущем квантовой химией расчетом структуры тяжелых элементов там приходится делать различного рода релятивистские поправки вот и в принципе по по этой причине значит овладение какими-то основами специальной теории относительности в общем-то желательно а вторая причина на мой взгляд более веская настоящее естественно научное образование физика химия может быть в некоторой степени биология так и и математика с механика безусловно тоже она конечно предполагает знание определенного определенного рода количества знания о природе того когда материя двигается со скоростями сравнимыми со скоростью света вот в некотором смысле даже если человек окончивший такого в принципе быть не может конечно окончивший естественно научный факультет и занимается допустим каком теории упругости или еще что-либо в таком духе он все равно должен знать о квантовом мире что-то это говорит о широте его образования вот и в этом смысле специальная теория относительности конечно тоже должна быть в определенной степени усвоена так вот значит смотрите наш курс будет состоять из четырех частей но вот этим четырем частям соответствует соответственно 4 главы в этой книжке так глава 1 основные идеи специальной теории относительности это то что вот мы сегодня с вами начнем изучать после этого следует вторая глава релятивистская динамика это как классическая механика должна быть переформулирована если учесть что материальные частицы двигаются с большими скоростями естественно будут разобраны соответствующие задачи которые которыми вы занимались в курсе классической механики посмотреть как видоизменяются различного рода соотношения и наиболее типичные задачи какие-то кеплерово задача гармонический осциллятор вот особое место занимает 3 глава релятивистская формулировка теории электромагнитного поля почему особое место а потому что смотрите в уравнение максвелла уже входит скорость света так которая изначально называлась когда не знали что свет это тоже электромагнитное поле и эту константу которая появилась сначала в различных опытах типа биосавара ампера лапласа и так далее константа которая возникла там назвали электродинамической постоянной потом обнаружили что вообще говоря это электродинамическая постоянная достаточно точно совпадает со скоростью света который измерялся там еще много раньше создание уравнение максвелла вот ну и наконец после опытов герца который заподозрил что свет это тоже электромагнитное поле то есть это экспериментальный вывод был пришли к выводу что свет это значит тоже электромагнитное поле когда говорим о свете мы всегда имеем ввиду что это определенного рода диапазон длин волн на шкале электромагнитных колебаний вот в том смысле что значит уравнение максвелла они вообще говоря релятивистские так вот если я буду решать задачу из классической механики то ответы которые будут получать одна и та же задача там допустим задача движения двух тел или там планеты земля вокруг какая-нибудь планета вокруг солнца да если я решу в рамках классической механики меня получается один ответ если я учту релятивизм я вообще говоря буду решать несколько другие уравнения и получать отличающийся от классического ответа так то есть если у меня в классической механики планеты двигаются по эллипсом по эллиптическим орбитам вокруг солнца то с учетом релятивизма я увижу что на самом деле это немножко не так отклонение небольшое но она экспериментально фиксируемая еще более чем сто лет назад было вот а вот в отношении уравнений максвелла я потом мы увидим это как формулируется в рамках релятивистской теории но тем не менее ответы будут те же самые ответы будут те же самые численно почему потому что уравнение максвелла это обобщение различного рода экспериментов а все эти эксперименты как раз и включают в себя движение полей со скоростью света так и а а почему тогда потребовалось переформулировать эти уравнения в несколько иную форму ну сейчас не буду об этом останавливаться это и подробно мы с вами обсудим но один только характерный пример у вас имеется точечный неподвижный заряд так и он создает естественно электрическое постоянное поле так если я перехожу систему отсчета которые относительно лаборатории движется с постоянной скоростью я вместо неподвижного заряда вижу постоянный ток а постоянный ток создает магнитное поле так какое поле у меня на самом деле а теория относительности говорит о том что все физические явления в разных инерциальных системах отсчета должны проходить одинаково так это значит то что касается 3 главы и глава 4 это релятивистская квантовая механика вот релятивистская квантовая механика наверное это достаточно самый ущерб самый ущербный раздел специальной теории относительности потому что по большому счету релятивистская квантовая механика может быть сформулирована только лишь в случае одной частиц а если вы хотите рассматривать более сложную систему там уже нужно использовать квантовую теорию поля и так далее и так далее но тем не менее даже в рамках одно частичной релятивистской квантовой механики можно понять откуда взялся спин так спин электроны или спин какой-либо другой частиц вот и поэтому и в некотором смысле несмотря вот на такую ущербность да но тем не менее конечно недооценивать нерелятивистскую квантовую механику нельзя на самом деле вот в курсе теоретической физики ландау том 3 это квантовая механика и подчеркнута нерелятивистская теория вот то что вы изучали на третьем курсе да это нерелятивистская теория а потом два тома еще есть я сейчас не помню какие у них номера это релятивистская квантовая механика или релятивистская квантовая теория поля и так далее релятивистская подчеркивается что не электромагнит не классическая так вот это это значит то что касается общего содержания курса ну и вот давайте значит перейдем с вами теперь непосредственно к первому разделу глава 1 она конечно в ней практически заложена вся база так а затем мы все наработки которые вот в этой голове с вами попытаемся изучить мы будем последовательно просто использовать к тому что идет потом к релятивистской динамике в теории поля и так далее и так далее а специфика в этой головы заключается в том что мат аппарат чисто формально кажется предельно простым все формулы формулируются очень просто так нет никаких несложных дифференциальных уравнений ничего такого к чему мы привыкли допустим в теории поля и даже в той же классической механики где допустим есть уравнение гамильтона и коби частных производных и так далее и так далее а здесь все просто а но это простота она обманчива почему потому что вот любой раздел естествознания он включает из себя в себя что во первых систему понятий что такое какие понятия допустим классической механики знаем пространство время точечная частица координаты скорости и так далее и так далее потом из этих понятий формулируется какой-то математический аппарат так и венцом этого аппарата является что динамическое уравнение и вот основной задачей классической механики да нужно решить динамическое уравнение это или уравнение ньютона или уравнение лагранжа или уравнение гамильтона что значит решить определить это означает что мы определим состояние системы где каждая частица находится в любой наперед заданный момент времени но естественно если известно начальное условие вот понятия в классической механике вообще говоря нами не обсуждаются они нам кажутся само собой разумеющимися всем понятно что такое время так на самом деле наоборот никому не понятно что такое пространство тоже вроде бы все понятно вот три измерения вот они определяют нам пространство и так далее и так далее да понятие массы понятие массы на самом деле ньютон я не знаю может я вам когда читал курс классической механики я приводил этот пример ньютон сначала пытается определить все понятия но по поводу определения понятий времени и пространства я еще могу процитирую его так а вот то что касается массы это совершенно замечательная конечно сейчас не могу дословно воспроизвести но смысл такой что масса тела это некоторая величина пропорциональная плотности и объем вот так что нас на самом деле конечно понятия понятия вот в классической механике точно так же как и в теории поля они не представляют никакой трудности да а все усилия вы прилагаете в общем-то к вычислению различных математических величин к решению уравнений основным является динамическое уравнение так а вот в отличие допустим от переходя к квантовой механике вот здесь уже с понятиями гораздо сложнее так все знают что нужно решать уравнение швидингер и определять структуру там молекулы бензола например так а вот с понятиями там что такое волновая функция и почему там вероятности нобелевский лауреат гелман специалист по физике элементарных частиц про квантовую механику говорил как все умеют ею пользоваться но никто толком ее не понимает это действительно так и может быть даже большей степени это касается специальной теории относительности система понятий здесь претерпела весьма существенные трансформации и силу этого но вот кстати я сразу на натолкнулся на цитату так да вот я как раз говорил что я хочу прочитать ньютон в 1868 году сформулировал механику в форме трех хорошо известных нам законов да вот и по сути дело формулировка этих законов остается спорю до нашего времени более того она практически не претерпела никаких изменений так вот и естественно что первый закон первый закон это как мы его обычно формулируем что имеются такие системы отсчета в которых тело на которые не действуют другие тела остается состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения так первый закон ньютона это по сути дела существование вот таких систем отсчета которые мы называем инерциальными системами отсчета и так значит при при причем он не называет термин инерциальная система отсчета он не вызывает не называет конкретно да а вообще говоря зачем нам нужны инерциальные системы отсчета почему мы выделили и в механике в классической и в теории поля мы всегда предпочитаем использовать инерциальные системы отсчета но ответ практически очевиден почему потому что в такой системе отсчета наиболее простое движение описывается наиболее просто свободная частица в любой другой системе отсчета не инерциальной будет при описании мы будем испытывать сложности это не общее положение потому что те из вас кто помнит немножечко классическую механику что такое движение как движение твердого тела изменение его ориентации оказывается удобнее описывать в ней инерциальной системе отсчета так это вызывает определенные трудности но такова природа вещей такова природа это сложное достаточно движение и описывать его в инерциальной системе отсчета не удается так так теперь я хочу сказать вот как ньютон определяет время так вот по сути дела это первые попытки определение времени которое вот нам кажется совершенно очевидным а он делает все такую такую попытку так ньютону определение абсолютное истинное математическое время само по себе и по самой своей сущности без всякого отношения к чему-либо внешнего протекает равномерно и иначе называется длительностью понятно нет непонятно но тем не менее так это же самое это же самое пространство он определяет и и на самом деле вот ньютон его определение пространство в чем заключается что вот есть некоторое пространство в которое накидали материальных тел так ну по сути дела конечно это связано с религией да дело то все в том что если никаких тел нету то и говорить о пространстве нельзя никак так но тем не менее вот это вот определение абсолютного пространства да по сути дела если так себя немножко поскрести мы тоже вот так вот придерживаемся да вот есть это вот пустота которая простирается от минус бесконечности от плюс бесконечности там вот есть звезды еще какие-то сложные штуки вот они все в абсолютном пространстве но так поехали дальше значит дальше уже понимаете вот сложность вот этих первых лекций и почему я советую значит чего-то читать не столько может быть вот эту книжечку да сколько ссылки которые там есть да почему потому что форму практически никаких нету которые сейчас будут вы увидите насколько они просты а смысл понятие очень глубокий так но чтобы заключить вот это вот коротенькую такую коротенько мое введение по поводу того что такое пространство и что такое время вот я здесь сошлюсь на академика мандельштама у которого опубликованы лекции так лекции сейчас я скажу это называется лекции по оптике теории относительности и квантовой механики достаточно большая книга вот по-моему он их читал еще чуть ли не до войны но у меня бы у меня есть экземпляр который выпущен в семьдесят втором году так вот по поводу пространство и времени у него очень емкое такое высказывание неправильно полагать что принцип относительности иногда говорят теории относительности иногда говорят принцип относительности это одно и то же так неправильно полагать что принцип относительности перевернул наши понятия о времени и пространстве в том смысле что на место старых ясных и четких понятий он поставил такие же новые это не так одна из больших заслуг принципа относительности том и состоит что он показал что основные понятия которыми оперировали раньше во всяком случае в известной своей части вовсе не были определены то есть просто когда мы с вами говорим о время мы просто говорим ну вот из 24 а этого это измерение времени так а мы в качестве самого определения его измерения пытаемся поставить на место вот вот значит ну первое что значит про важность инерциальной системы отчет я сказал значит если вы помните из курса классической механики мы затрагивали так называемую теорему нетр так по которой в частности из однородности пространства и из его из и из его изотропии так однородность это сдвиги на произвольный вектор а из за терапия это повороты вокруг какой-нибудь оси допустим на произвольный угол так вот утверждение о том что пространство однородно и изотропно оно непосредственно приводит нас каким выводом что импульс замкнутой системы частиц сохраняется и сохраняется угловой момент если на эту систему не действуют какие-то другие тела но эти же самые выводы мы можем получить непосредственно из второго и третьего закона ньютона и это говорит о том что приняв однородность и изотропность в пространство мы доказываем правильность классической механики в ньютонной формулировке так а в силу однородности изотропии я могу рассматривать различные системы отсчета и неважно как будут направлены оси координат этой системы отсчет в силу как раз направление это в силу изотропии а сдвиги это в силу однородности пространства так вот принцип относительности галилея а который говорит о том что все механические явления в разных инерциальных системах отсчета протекают одинаково причем галилей когда сформулировал этот принцип он он не использовал естественно понятие инерциальная система отсчета и даже ньютон не использовал такого понятия но тем не менее можно понять что они говорят именно об инерциальных системах отсчета значит принцип относительности галилея был сформулирован 1632 году а работа называлась диалоги о двух главнейших системах мира птолемеевый и коперниканской вот перевод был издан в москве в 1964 году так вот он весьма образным языком рассказывая так весьма образный язык там заключалась в том что запритесь со своим другом в какого-то корабля за навести шторки так чтобы было непонятно движется ваш корабль или стоит на месте у причала и начинайте там чего-нибудь наблюдать за каплями которые в тазик падают прыгайте в разные стороны сами наблюдайте там еще каких-то насекомых ну в общем действительно образные знаки значит и он в общем то приходил к выводу что наблюдая за механическими явлениями в трюме корабля невозможно определить движется ли ваш корабль или стоит на месте при этом он подчеркивал что движение корабля должно быть равномерно то есть естественно зная современную формулировку принципа относительности мы имеем дело с двумя инерциальными системами отсчета или корабль стоит неподвижно относительно причала или он это относительно этого причала движется равномерно с постоянной скоростью так вот хотя непосредственно слов инерциальная система отсчета не было так ну как сформулировать это на математическом языке достаточно просто значит силу силу изотропии пространства я выбираю две системы отсчета оси координат которых параллельно друг дружке x параллельный из штрих z параллельный z штрих y параллельный и есть между ними некоторый сдвиг допустим по координате x по оси x так это не частный случай это общее утверждение опять же в силу однородности и изотеропии пространства ну тогда из простых геометрических соображений по сути дела школьных если в начальный момент времени они совпадают так то последующие моменты времени если я предположу что штрихованная координата оси которой обозначены x штрих y штрих z штрих движется в положительном направлении оси x постоянной скорости то тогда простенькие соображения позволяют нам выписать как соотношение которые называются которые по сути дела принцип относительности галилея и реализуют на математическом языке значит x штрих это будет x минус vt где в постоянная скорость так поскольку у меня движение по по осям x происходит у меня y штрих равняется y и z штрих равняется z ну и теперь отдавая дань курсу который вы слушаете а я вам читаю я должен по сути дела написать что t штрих равняется t время одно и то же естественно и это действительно так потому что тогда когда были эти простенькие формулы сформулированы это преобразование галилея они носят мы знаем что вообще-то это не так что вообще-то при других движениях при больших движениях при движении с большими скоростями меня вообще говорят другое должно быть время может быть мы сегодня до этого дойдем так ну а так чисто формально можно вот это записать значит можно написать обратные формулы но элементарно да или вы выражаете x y zt через штрихованные или можно делать так там где стоят штрихи их убирать там где штрихи не стоят их ставить а величину постоянной скорости в заменить на минус в и тогда мы получим обратное соотношение галилея хотя слова прямые и обратные она достаточно условно что туда движется что сюда движется теперь это преобразование галилея если я продифференцирую по времени то что я получаю скорость и x штрих с точкой равняется x минус в x с точкой минус в так и y с точкой штрих равняется y с точкой z штрих с точкой равняется z да z с точкой конечно так но отсюда видно да что если у меня скорость какой-то частицы вне штрихованной системе а постоянно так x штрих x без штрих и x с точкой постоянно y с точкой достоянно z с точкой достоянно то в силу постоянности относительного движения у меня и штрихованные скорости будут постоянные это говорит о том что если у меня в одной инерциальной системе отсчета частица движется равномерно и прямолинейно или покоится то она будет точно так же двигаться и в штрихованной системе если штрихованная система движется сама с постоянной скоростью относительно не штрихованной вот это по сути дело принцип относительности отсюда следует что инерциальных систем отсчета может быть бесконечно много достаточно изменить величину штрихованной системы отсчета относительно не штрихованной на любую величину и вы получаете тоже инерциальную систему отсчета но вообще говоря другую вот что важно какой важный принцип следует из формул реализующих преобразование галилея значит по сути дела по другому принцип галилея еще первоначальная формулировка что все явления описываются в разных инерциальных системах отсчета одинаковым образом иногда говорят о принципе относительности галилея как об эквивалентности всех инерциальных систем отсчета не все равно какую систему отсчета выбрать у меня соотношение описывающие у меня механические явления будут протекать одинаково так а следовательно соотношение математические которые описывают это явление должны иметь одинаковую форму так вот это на самом деле называется принцип ковариантности так почему потому что вообще говоря смотрите у меня есть какое-то допустим соотношение чисто абстрактное а равняется б я не знаю а и б как характеристики какие-то механические да неважно что что это будет такое да допустим вот это а равно бы это я записал это соотношение в ней инерциальной системе отсчет так значит от чего они зависит но вообще говоря не зависит от координаты от скоростей каждой из этих букв я теперь перехожу штриху штрихованную систему отсчета значит у меня вместо а появится какое-то а со штрихом почему потому что аргументы будут штрихованы и вместо б появится какой-то б со штрихом а штрих не равняется а и б штрих не равняется б но принцип эквивалентности говорит о том что а штрих равняется б штрих сами величины которые в соотношение входят меняются соответствии с формулами галилея так а форма которая их связывает остается неизменной вот это кого кого вариантность надо отличать кого вариантность от инвариантности инвариантность это сохранение какое-то численного значения какой-то величины так вот допустим скорость света инвариантно это что означает это означает что свет движется с одинаковой скоростью во всех инерциальных системах отсчет мы об этом будем с вами еще говорить так так вот относительно преобразования галилея все механические явления имеют каковариантную форму так но вот допустим такой пример значит инвариантность это сохранение величины а ковариантность это сохранение формы которая какие-то величины связывает уравнение вот допустим я я имею замкнутую систему частиц n штук n частиц взаимодействие парная каждая частица взаимодействует с любой другой так и и других частиц нет это называется замкнутая система у которой сохраняется импульс сохраняется угловой момент если я возьму любую частицу так то уравнение форме второго закона ньютона будет как выглядит m r с точкой с двумя точками на ускорение равняется действующей силе но на самом деле я должен написать индекс какой-нибудь и для частицы но не буду загромождать значит это уравнение которое описывает движение какой-то конкретной частицы из ансамбля частиц так это сила которая действует на эту частицу со стороны других частиц от чего она зависит ну допустим что чаще всего бывает она зависит от всех межчастичных расстояний так значит а что получается с межчастичными расстояниями если я теперь перехожу от одной инерциальной системы отсчетов другой межчастичное расстояние что получается с ним меняется или нет она не меняется и поэтому на самом деле в штрихованной системе меня должно было бы стоять f со штрихом но она не меняется поэтому f со штрихом равняется f так а ускорение этой частицы отсюда прямо следует что ускорение этой частицы просто совпадают потому что это постоянная величина скорой так и следует на r со штрихом r с двумя точками со штрихом равняется r с двумя точками и следует на у меня вот это но массу мы считаем априори мы считаем инвариантной величиной и следует на вот это уравнение если бы эти величины менялись оно бы сохраняло свою форму я должен был поставить штрихи а здесь мне даже не нужно ставить штрихи потому что само уравнение инвариантно как предельный случай ковариантности оно не только сохраняет свою форму но оно еще сохраняет еще и значение каждой из величин входящих уравнение при преобразования хлоренс при преобразовании галилея предельный случай это не означает что так будет с каждым механическим явлением нет ничего подобного какое-то другое механическое явление допустим закон сохранения или изменения углового момента или еще чего-либо в таком вообще говоря я запишу в таком виде перейду в другую инверциальную систему что-то получу вообще говоря штрихованные величины у меня не изменится только форма ковариантность это термин который более общий чем инвариантность так но об этом еще мы с вами будем говорить при этом когда мы говорим о ковариантности да мы должны подчеркивать ковариантность относительно чего вот в данном случае в случае принципа относительности галилея ковариантность относительно преобразования галилея так известный вам если вы помните пример ковариантности это когда вы производите чисто математически ортогональное преобразование так ортогональное преобразование в линии алгебры проходили да с помощью когда у вас каждая координата преобразуется в соответствии с матрицей ортогонального преобразования при этом не изменяются длины векторов не изменяются углы между ними так и следовательно мы имеем соотношение ковариантные относительно ортогональных преобразований случае трехмерного пространства это различные повороты допустим так как будет как будет происходить что будет с ковариантностью в рамках специальной теории относительности это у нас будет отдельный кусок значительный этому посвящен так вот значит как обстоит дело но допустим скажем так к рубежу 19 и 20 века так имеются классическая механика достигшая небывалых успехов потому что она может предсказывать все небесные явления затмения приближения комет описывать движение планет вокруг солнца движение звезд по небосводу и так далее и так далее так и в ней царствует принцип относительности галилея есть теория электромагнитного поля основу которой составляют мо а уравнение максвелла так и которая тоже в общем-то зарекомендовала себя высшей степени превосходно почему появилось радио появились различные электротехнические устройства поняли что свет это тоже электромагнитные волны но все значит все эксперименты все электрические магнитные явления хорошо описываются с помощью уравнение максвелла но они предполагают наличие гипотетической среды эфира вот если в механике тела где двигаются пространстве неважно сейчас в абсолютном или нет они двигаются пространстве сами по себе так а вот движение электрического магнитного полей напряженности так связывается почему-то существованием гипотетической среды эфира никто его не видел никто его не трогал но предположить что электрические явления напряженности поля это сами по себе достаточно значительные физические величины и в некотором смысле ни в чем не уступающие величинам из классической механики почему потому что вы знаете что электромагнитное поле обладает энергией обладает импульсом обладает вообще говоря и угловым моментом все точно так же и существуют определенные законы сохранения изменения величины то есть все точно так же как и в классической механики но тем не менее представить что это все происходит само по себе без вот этого эфира люди все-таки не смогли отказаться так и возникла проблема еще какого сорта значит в классической механике господствует принцип относительности глине так а электрические магнитные явления с этим принципом вообще говоря не дружит никак мы не можем да 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 это среда которая по сути дела по сути дела смотрите принцип относительности галилея или как мы его одну из равнозначных формулировок или принцип эквивалентности все инерциальные системы эквивалентны допущение того что существует некоторая субстанция под названием эфир и вот в этом эфире все происходит это по сути дела насилие над принципом относительности потому что мы тогда постулируем существование какой-то выделенной системы отсчета неподвижно связанной с этим самым эфиром понятно понятно почему потребовался потребовалась вот эта гипотеза существования эфира потому что электромагнитные явления они по сути своей все носят волновой характер да электромагнитное поле с течением времени от точки к точке распространяется в виде электромагнитных волн с определенной скоростью видели люди волны видели конечно на воде но это волны колебаний воды так или звук это колебание металла так а здесь что какая среда но вот придумали вот эту среду эфир так проблема в том что конечно хотелось конечно хотелось чтобы был принцип относительности принцип относительности был распространен и на электромагнитное явление но применение непосредственно формул преобразования галилея к уравнениям максвелла не приводил ни к чему хорошему так и что оставалось делать ну значит вот в этой книжке я естественно это не могу пересказывать потому что это отдельная история ссылки тут есть чего пытались придумывать а пытались придумывать как-то модифицировать уравнение максвелла так добавлять какие-то члены для того чтобы удовлетворить принцип относительности галилея из этого мало чем получалось хорошего и вот тогда лоренс занялся такой своей идеей которая в общем то привела к преобразованием лоренса он просто начал решать чисто математическую задачу каковы должны быть преобразования координат и времени поскольку и координаты и времени и время присутствуют уравнениях максвелла уравнение максвелла это что это уравнение в частных производных первого порядка частные производные берутся или по координатам или по времени так определенным образом все это группирует так так вот он стал придумывать такие преобразования координаты времени при которых форма уравнений максвелла оставалась бы неизменной и он их придумал так он их придумал надо сказать что он их придумал сначала для одного поля то есть когда рассматривается область пространства в котором поле есть а зарядов токов нету а потом он стал допускать туда существование в этой области зарядов и токов допускал какие-то ошибки которые были впоследствии исправлены кем же они были исправлены понкаре конечно понкаре были исправлены так и вот эти формулы преобразования которые он получил они носят следующий вид они носят следующий вид икс штрих икс штрих равняется гамма большая на x минус в т икс штрих икс штрих равняется икс штрих зэк штрих равняется гамма гамма а а т минус в на x на c квадрат так вот и вот эта гамма большая так это значит он сделал в 1904 году так так а вот эта гамма которая здесь фигурирует гамма большая это есть единица деленная на корень квадратный а здесь стоит единица минус в квадрат деленное на c квадрат где в это постоянная скорость штрихованной системы отсчета относительно не штрихованной это же самое в так значит почему значит это 1904 год почему допустим автором специальной теории относительности считает Эйнштейна который свою статью опубликовал знаменитую цур электродинамик дерби вектор керпер это по немецки звучит к электродинамике движущихся средств почему называют Эйнштейна а не лоренца так или не панкары но панкары особая значит лоренц во первых он не отказался он предполагал что эфир существует этим самым нарушается вообще как принцип относительности так и во вторых он штрихованному времени отвел чисто вспомогательную как он говорил математическую роль время на самом деле считал лоренц во всех инверсальных системах если вы будете измерять его по каким-то приборам оно Т а Т штрих это какая-то вспомогательная величина которая ему нужна для того чтобы записать уравнение Максвелла уравнение Максвелла с помощью вот этих формул преобразования для координаты времени записывались каким образом ротор Е ротор H ротор это что такое совокупность частных производных по координатам чему равняется 4П деленное на С на плотность тока плюс единица на С ДЕ по ДТ так это ротор H так теперь второе я пишу дивергенция Е равняется 4П РО РО плотность зарядов это пара которая содержит токи и заряды и еще еще два уравнения которые токов и зарядов не содержат ротор Е равняется минус единица на С ДН по ДТ так и дивергенция H равняется нулю ну на самом деле значит считается плотность токов и плотность зарядов это известные функции координаты времени так решение уравнения это нужно найти 6 неизвестных функций 3 компоненты электрической напряженности и 3 компоненты H а уравнений на самом деле как вы видите больше почему ротор H и и ротор Е это векторные уравнения то есть каждая из них это для трех компонентов значит здесь 3 здесь 3 уже 6 еще 2 скалярных уравнений для дивергенции всего 8 ну это связано с тем что не все эти уравнения независимы почему можно исключить оставить только 6 уравнений но чисто исторически сложилось так что выписывают все уравнения Максвелла так вот что делает преобразование Лоренца вот он делает такую замену координаты времени и получает эти же самые уравнения Максвелла только нужно вставить сюда штрихи везде где только можно форма уравнений Максвелла не изменилась так это что означает означает это принцип ковариантности действует или нет а ну ответа два ответа или да или нет когда когда мы говорим о принципе ковариантности мы говорим что это соотношение ковариант означает это соотношение не меняет свою форму относительно чего относительно преобразований каких-то так значит все величины которые сюда входят так они должны не только координаты и время а все величины которые входят должны преобразовываться одинаковым образом вот я еще к этому вернусь это пока только так сказать сначала а вот здесь в принципе можно получить связь между штрихованными и не штрихованными компонентами напряженности но это не будут изменения в соответствии с сравнениями с преобразованиями Лоренца об этом я еще скажу пока только хочу напомнить так ну на самом деле что еще можно сказать по поводу по поводу преобразования Лоренца вот значит смотрите слева левый столбик преобразования Золенлея правый столбик преобразования Лоренца так чем они друг от друга отличаются ну наличием вот этого вот гамма большое но я вижу как устроена вот эта гамма так я вижу что если у меня одна инерциальная система относительно другой будет двигаться со скоростями много меньше чем скорость света я могу вот этими членами допустим пренебречь с высокой степенью точности и очевидно тогда что преобразование Лоренца вообще говоря трансформируется в преобразование Горелия один к одному просто так вот значит и в итоге чего значит чего добился Лоренц он добился того что уравнение сохраняет уравнение Максвелла сохраняет свою форму относительно преобразования Лоренца так и что это означает означает это что преобразование Лоренца должны заменить преобразование Галилея нет почему потому что я если я к уравнению механики буду применять преобразование Лоренца я не получу ничего хорошего так и поэтому получается так что к уравнению механики я должен применять преобразование Галилея к уравнению Максвелла мы должны применять преобразование Лоренца. Конечно, это несоответствие объясняется чем? Что уравнения Максвелла релятивистские, так как обобщение экспериментальных явлений, которые происходят с релятивистскими скоростями. А здесь у меня уравнения механики описывают движение материальных тел с маленькими скоростями, только и всего. Но это нам сейчас так легко говорить, что это практически очевидно. Тогда это, конечно, вызывало достаточно то, что называется когнитивный диссонанс, и люди не могли с этой задачей тогда справиться. И так продолжалось до 1905 года. И в этом году была опубликована статья Эйнштейна, о которой я уже говорил, и которая называлась «К электродинамике движущихся тел». И, по сути, суть статьи, ее содержание было гораздо шире, естественно, чем сама электродинамика, потому что, по сути дела, это был формулирован то, что мы называем принципом относительности. И который, в отличие от принципа относительности Галилея, утверждает, по сути дела, на современном языке, что все физические явления, не только механические, а все физические явления протекают одинаково во всех инерциальных системах от счета. Так, на самом деле, конечно, вот это удивительно. В одном и том же номере журнала немецкого «Annalen der Physik» было опубликовано три статьи Эйнштейна. Одна статья про специальную теорию относительности, вторая статья по поводу фотоэффекта, за который он получил Нобелевскую премию, и еще одна статья совместная со Смолуховским по поводу Брауновского движения, которая тоже была исключительно высоко оценена в одном номере журнала. И ему было тогда 25 лет. Так вот, ну, на то и гений. Так вот, мы теперь, значит, значит, к электродинамике движущихся средств. Значит, в основу своей теории Эйнштейн положил два принципа. Значит, термин «принцип», который использует Эйнштейн, иногда он заменяет этот термин «предпосылка». Так, на современном языке чаще всего говорят о постулатах Эйнштейна. Так, так вот, в авторской редакции как они выглядят? Ну, вот, понимаете, в чем дело? Значит, почему хорошо бы иметь такую книжку? Не потому, что я ее написал, а потому, что, ну, вот я сейчас продиктую, значит, или я должен очень медленно диктовать, чтобы вы успели за мной записать, да? А если книжка будет, то вот они и есть, постулат их нужно читать. Поэтому, конечно, не надо их переписывать, надо просто вдумываться в то, что есть. А при наличии книжки можно еще посмотреть. Так вот, первый постулат или первый принцип относительности, я буквально цитирую. Законы, по которым изменяются состояния физических систем, не зависят от того, в которой из двух координатных систем, движущихся друг относительно друга, равномерно и прямолинейно, эти изменения относятся. Эти состояния относятся. То есть, то, что сейчас мы говорим, все физические явления происходят одинаково. Второй принцип или второй постулат – постулат постоянства скорости света. Каждый луч света движется в покоящейся системе координат с определенной скоростью, независимо от того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся телом. Это на самом деле современная трактовка. Конечно, гораздо более адекватна. Почему? Потому что у Эйнштейна этот постулат сформулирует, что означает в покоящей системе. Определение покоящейся носит условный характер, конечно. Покоящейся названа одна из двух равноправных систем отчета. Это уже современная расшифровка того, что он хотел сказать. А когда он упоминает, используя термин «покоящийся». И во-вторых, еще можно сделать замечание, поскольку источник света может двигаться в любом направлении, скорость света не зависит от направления его распространения. То ли тоже более четкая и более ясная формулировка. И в-третьих, нужно заметить, что независимость скорости света от скорости движения источников означает, что она одинакова во всех системах отчета. Почему? Потому что с каждым источником, движущимся равномерно, я могу связать соответствующую инерциальную систему отчета. И самое важное, что утверждал Эйнштейн, это у меня не цитата, а просто пересказ, что вот этих двух предпосылок, вот этих двух принципов, достаточно, чтобы построить простую, свободную от противоречия электродинамику движущихся тел. На самом деле, не только электродинамику. Подчеркивает Эйнштейн, что гипотеза эфира в предлагаемой теории оказывается излишность. Так? Поскольку не вводится понятие абсолютно покоящегося пространства. Вот, вот чего он написал, да, но читать статью, конечно, то есть современное изложение специальной теории относительности гораздо более просто и более ясно написано в современных руководствах, так? Вот. Но это, конечно, не вина Эйнштейна, так? Эйнштейн все-таки был первопроходец, так? И многие вещи у него выглядят излишне, допустим, объемными и так далее, и так далее. А вот, ведь, как вы слышали, наверное, за специальной теорией относительности последовала общая теория относительности. Вот она гораздо более Эйнштейном написана на понятном языке, потому что он использовал математику Минковского и таких вещей там не возникало. Так вот, что я хочу сказать напоследок сегодня, так? Из постулатов Эйнштейна непосредственно следует, непосредственно следует, что в разных инерциальных системах отсчета в свое время отличное друг от дружки. То есть то, что Лоренц предположил, что это вспомогательная математическая величина, у Эйнштейна это физически обоснованное. Значит, чтобы вот это показать, рассмотрим, что мы рассмотрим. Две инерциальные системы отсчета. В начальный момент времени Т равное нулю, они совпадают. Так? А затем штрихованная система отсчета начинает двигаться относительно не штрихованной. В момент времени Т равное нулю. Так? Источник света, источник электромагнитного поля, находящийся в начале и той, и другой системы. Так? Производит короткую вспышку. Так? В силу изотерапии пространства эта вспышка означает сферическую волну. Так? Как я опишу фронт сферической волны? Значит, вне штрихованной системе отсчета это будет х квадрат плюс у квадрат плюс z квадрат. А плюс z квадрат равняется чему? скорость света сферическая волна распространяется со скоростью c. Так? Да к чему равен радиус этой сферы? c в квадрате т в квадрате и т в квадрате. Так? Теперь эту же сферическую волну я рассмотрю с точки зрения наблюдателя, который находится в штрихованной системе отсчета. Тоже сферическая волна. Они в один и тот же момент времени т равное нулю стало распространено. Значит, следовательно, х штрих в квадрате плюс у штрих в квадрате плюс z штрих в квадрате равняется ну, допустим, если мы считаем, что время одно и то же, то я должен написать тот же самый радиус c квадрат на t квадрат. А вот это уже нонсенс. Почему? Потому что за конечное какое-то время t. У меня центр одной сферы сдвинулся относительно другой на расстоянии ct, а радиус у сфер остался один и тот же. Как такое можно себе представить? И единственный выход из этого парадокса это записать сюда c квадрат t штрих в квадрате. это вывод Эйнштейна. В противном случае мы получаем две сферы одного и того же радиуса с разными центрами, расстояние между которыми увеличивается в течение времени. Это тяжело достаточно себе представить. поэтому этот мысленный эксперимент конечно должен говорить нам о том, что штрихованное время это чисто физическая величина и она должна быть введена как следствие обоих постулатов Эйнштейна. А вот теперь опираясь на эти два постулата Эйнштейна и в некоторой степени на этот опыт мы с вами получим как следствие преобразования Лоренса. Понимаете, Лоренс решал чисто подгоночную задачу. Найду-ка я такие преобразования, которые уравнения Максвелла оставят неизменными. А здесь эти же самые преобразования Лоренса мы с вами получим как следствие двух постулатов Эйнштейна. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова